Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава пророка Иезекииля. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет. Итак, второе видение Иезекииля, он переносится в видении, не физически, но в видении в Иерусалим, и видит, как этот город обречен разрушению, как слава Господня, которая являлась ему и в Вавилонии, как здесь она уже в храме, собственно говоря, приказывает разрушить город. А что же люди, живущие в этом городе? Ну, понятно, что они падут жертвой этого разрушения, но как они вообще ко всему этому относятся? Вот неужели Бог ничего им не хочет сказать? 11 глава. «Дух поднял меня и привел к восточным воротам храма Господня, к тем, что смотрят на восток. Там у входа были 25 человек. Среди них я видел Яазанию, сына Азура, и Пилатию, сына Бенаи, вождей народа». Ну, то есть те, кто занимает какие-то важные, может быть, даже не должности, но кто ведет за собой людей, да, может быть, неформально даже. Мы не знаем точно, кто это. Он сказал мне, «Сын человеческий, вот те, кто замышляет зло и дает этому городу дурной совет, приговаривая, еще не близко, самое время строить дома, он котел, а мы жаркое». То есть самое время строить дома, значит, все хорошо, вот мы сейчас начнем строительство, успеем завершить его и пожить в этих домах. Он котел, а мы жаркое. Видимо, имеется в виду, что Бог – это котел, а мы жаркое, как котел защищает, содержит в себе жаркое, так вот, и не дает ему вылиться в огонь, да, котел ставит на огонь, но котел защищает то, что внутри него от воздействия огня, наоборот, позволяет ему приготовиться правильно. Вот, видимо, так и здесь. Мы в Боге, как вот эти ингредиенты в блюде внутри котелка находимся, ничего страшного с нами не произойдет. Такая самоуверенность, что Бог – это средство, защититься, способ каким-то образом себе устроить хорошую жизнь. «За это извеки на них пророчество. Прорицай, Сын Человеческий. На меня снизошел Дух Господень и велел мне передать такое слово Господне. Вот что говорите вы, дом Израилев, и вот что вас на уме мне известно. В этом городе его умножали убийств, улицы наполняли трупами. Потому так, говорит ладыка Господь, кого вы среди него положили, те и есть жаркое, а он котел, но вас я вышвырну прочь. То есть, да, Господь может быть этой самой защитой для людей, но это не безусловно. Это не значит, что любой, который так о себе скажет, эту защиту и получит. Соответственно, эти убитые люди и есть вот то самое ценное, что сберегает Господь от огня. «Меча боитесь? Так я наведу на вас меч. Вот пророчество владыки Господа. Выброшу я вас прочь, отдам в руки чужаков, произведу над вами суд. Пойдете вы от меча, на рубежах Израиля будут вас судить, то есть изгонят. Это будет не в самом Иерусалиме, а на дальних подступах. «И узнаете, что я Господь, не котел этот город для вас, и вы не жаркое в нем, на рубежах Израиля, а буду вас судить и будете знать, что я Господь, чьих обычаев вы не соблюдали, чьих повелений не исполняли, поступая по обычаям окрестных народов». Ну вот, собственно, пророчество о разрушении Иерусалима, об изгнании тех, кто остается еще пока в нем. Часть уже переселена в Вавилонию, в том числе сам Иезекииль. И обратим внимание, что вот эти выводы даны после ярких видений. Вот Иезекииль, он вообще такой визуал. Люди делятся на тех, кто смотрит и воспринимают глазами главную информацию, визуалы. Есть те, которые через слух, есть те, которые через осязание. Вот Иезекииль все в основном видит и очень красочно это описывает. И, наверное, вот для того, чтобы его пророчество действительно прозвучало, нужно сначала дать какую-то очень яркую картинку. И только потом объяснить ее смысл, к чему все это ведет. И когда я произносил это пророчество, Пилатия, сын Бенай, умер. Вот прямо от какого-то нервного потрясения. Тогда я полниться громкого запилу. «Увы, владыка, Господь, неужели ты хочешь истребить остаток Израиля?» Нелогично. Он говорит о том, что вас всех убьют, говорит Господь. Вдруг один из них падает замертво. И пророк в ужасе вопит. «Неужели ты хочешь истребить?» Получается, он что, не верит тому, что сам пророчествует? И когда исполняется в отношении одного единственного человека, его слово, он приходит в какой-то ужас от этого. Мне кажется, не совсем так. Мне кажется, у пророков тоже, наверное, есть такое настроение. Я не знаю, я не пророк и никогда им не был. Но кажется мне, когда ты говоришь, говоришь, и все без толку. Со мной это происходило, хотя я не пророк. И вдруг он видит силу своих слов в каком-то одном отдельно взятом случае. Он понимает, насколько все серьезно и страшно. И в каком-то смысле пророк – это человек, который сам своего пророчества иногда боится, иногда отталкивает его от себя, иногда пытается каким-то образом с ним справиться. И он понимает, что вот сейчас может быть уничтожено абсолютно все. Неужели это будет так? «Было ко мне такое слово Господне – сын человеческий. Обо всех братьях твоих, родных твоих братьях, обо всем Доме Израилевым, о всех них говорят жители Иерусалима. Далекие они от Господа. Нам во владение отдана эта земля». Вот, наверное, имеется в виду то количество израильского населения, которое было переселено вавилонинами уже. И те, кто остались, они чувствуют себя первым сортом. Они думают, ну, эти-то далеко от Господа. Они понимают это как физическое удаление. Они находятся там на расстоянии, значительно много дней пути. Ну, и им с Богом тут делать нечего. А мы тут рядом с ним. У нас все хорошо. «Передаем на это ответ владыке Господа. Хоть я отослал их прочь к чужим народам, рассеял их по странам, но сам я буду святилищем им на время в тех странах, куда они отправились». То есть, Иерусалимский храм уже не является единственным местом поклонения Богу. Почему? Да мы только что видели в предыдущих главах, что он осквернен языческими культами. В этой главе еще о насилии говорится, что вы надеялись на меч. И в результате получается так, что место, где должно было происходить вот это поклонение Богу, почитание Его, оно занято совершенно другими вещами. Но это значит, что поклонение может происходить где угодно. Что это может быть и в Вавилоне, и в других местах. Потому что Бог больше храма. Потому что святилищем может он стать сам. Он может явиться, как он это сделал в первой главе этой книги, и в Вавилонской земле своему пророку, своим избранникам. И все будет там точно так же, как было в Иерусалиме, и может быть даже лучше. И еще передай, что говорит ладыка Господь. Соберу я вас среди народов, приведу вас со стран, где вы рассеялись, и отдам вам землю Израиля, вернуться в нее, и извергнут из нее все гнусности и мерзости. Я дам им единое сердце, и вложу в них новый дух. Уберу из груди их каменное сердце, и вложу в нее сердце живое, так что будут соблюдать мои обычаи и творить мою волю. Они будут моим народом, а я буду им Богом. А чье сердце обращено гнусностям и мерзостям, их поступки я обрушу на их же голову, пророчество владыки Господа. И вместе с тем Иерусалим станет новой точкой сборки народа, когда все рассеянные соберутся, но это будет уже другое собирание. Это будет не просто возвращение в привычное состояние греха и порока, но вот пройдя через эти испытания, эти люди, те, кто останутся в живых, те, кто захотят, те, кто смогут, они вернутся уже действительно в Иерусалим обновленные. Ну и не забудем, что здесь еще слава Господне присутствует с загадочной колесницей, о которой мы читали в первой главе из Икирии. Здесь она вновь присутствует. «Тогда хирвейми расправили крылья, и подли них двинулись колеса, а над ними наверху была слава Бога Израилева. Слава Господне поднялась из города и остановилась над горой, что к востоку от него...» Вот восток — все-таки главная часть света для древнего человека, да и не только древнего, и здесь все в основном к востоку. Да, вот восточная сторона — это сторона явления Бога, ну, как сторона явления Солнца, да, символически совпадает. «А дух Господень в видении духом поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, и тогда открывшееся мне видение оставило меня». Напомню, что вот Иезекииль постоянно подчеркивает, что это лишь видение, это образы, это не физическое путешествие его на каком-то суперскоростном летательном аппарате. Нет, это его способность увидеть что-то, а точнее то видение, которое открывает ему Господь, это лишь образы, явившиеся ему. «Я рассказал переселенцам все, что открыл мне Господь». Так, по сути, завершается у нас с вами второе видение Иезекииля, но далеко не завершается его книга. Еще много он будет давать комментариев по всем этим вопросам в 12-й и в последующих главах. Продолжение следует...